Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный корреспондентами общественного саянского телевидения. В студии для вас работает оператор Юрий Кузьменко и ведущий программы Дмитрий Поличук. Сегодня в выпуске. Производство винилхлорида и поливинилхлорида акционерного общества «Саянский импласт» переведены в режим остановки. Падение закон – одна из причин детского травматизма. Банкротство – процедура сложная и затратная. Этим летом службой занятости города трудоустроено 257 подростков. А теперь об этих и других событиях более подробно. На прошлой неделе река Китой вышла из берегов и затопила территорию садоводства. У людей частично погиб урожай. Несколько домов унесло течением. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев оценил ситуацию, которая сложилась в ангарском садоводстве «Ясная поляна» в результате паводка. На прошлой неделе река Китой вышла из берегов, затопила территорию садоводства. У людей частично погиб урожай. Пять садоводческих домов, два из которых подлежали сносу, унесло течением. Благодаря оперативной и слаженной работе МЧС жители садоводства были вовремя эвакуированы. На момент начала подтопления в садоводстве находилось 230 домов. Унесло пять из них. На многих участках пострадали дома хозяйственной постройки. Сейчас здесь работает техника и идет расчистка участков. Мэр ангарского городского округа Сергей Петров доложил, что сейчас на территории работает специальная комиссия по оценке материального ущерба, нанесенного стихией. Будет решаться вопрос о компенсациях садоводам. Садоводам будут повторно предложены участки в других дачных садоводствах, тем, чьи дома могут в дальнейшем пострадать от разлива воды. На расчистку русла реки Китое выделены федеральные средства в размере 17 миллионов рублей. Предстоит поднять на берег 310 кубометров бетонных останков разрушенной прежней дамбы. Глава региона подчеркнул, что сейчас необходимо решить дальнейшую судьбу садоводства Ясная Поляна. Сегодня мы приняли важные три стратегических решения. Это первоочередные мероприятия, куда входит очистка от мусора, сухой растительности, прилегающей территории, которую намыло летним паводком. Второе – это приступить к первому этапу, родводоресурсам приступить к первому этапу расчистки дновоглубления тех работ, которые они определили. Там 17 миллионов, контракт они сегодня заключают и пусть дальше работают. Вторая часть, наверное, более сложная, потому что у Росводоресурсов есть второй этап – сделать берегу укрепления с учетом того, что предварительно попадает там больше 30 домовладений. Наша задача сегодня, ну и задача муниципалитета, в первую очередь, предоставить эти земельные участки других садоводческих некоммерческих товариществ, чтобы люди сами выбрали, где им удобно. Третий – он наиболее сложный этап, потому что, по-моему, с 3 или 7 июля эта территория попала в зону затопления. Мы даже пора ехали по реке, мы понимаем, что вот там, где сейчас находится садоводство, в перспективе может образоваться вообще остров. И это жители, в принципе, наверное, знают, и мы все понимаем, что нужно в этом варианте искать какое-то управленческое решение. Подробнее эти вопросы обсудят на комиссии по чрезвычайным ситуациям Ангарского городского округа, который запланировано провести на следующей неделе. Падение детей из окон является одной из причин детского травматизма и смертности, особенно в городах, отмечают сотрудники прокуратуры. По данным сотрудников прокуратуры, в летний период регистрируется рост несчастных случаев, связанных с выпадением детей из оконных проемов жилых домов, в результате которых малыши получают травмы различной степени тяжести, вплоть до летального исхода. Хотя в Саянске, по словам представителей закона, подобных случаев зарегистрировано не было, но во избежание трагедии следует соблюдать простые рекомендации. Не оставлять детей без присмотра, использовать на окнах специальные замки и объяснять малышу, что открытое окно – это опасно. Каждый год с приходом теплой погоды от падения из окон многоквартирных домов погибает и травмируется большое количество детей. В настоящее время на территории Иркутской области таким образом погибло трое детей, 9 несовершеннолетних получили тяжкие телесные повреждения. Причина, по которой дети выпадают из окон квартир – это незащищенное окно, которое ребенок может беспрепятственно открыть, и отсутствие контроля со стороны родителей и других взрослых. Также увеличивает риск выпадения москитная сетка на открытом окне, не предназначенная для защиты ребенка от этого. Сегодня у нас в большинстве квартир установлены современные пластиковые окна, в отличие от старых деревянных, их легко открыть. Это удобно для родителей, но опасно для ребенка. Дети любопытны и, заинтересовавшись звуками или движением на улице, могут легко справиться с оконной ручкой и открыть окно. Причины и обстоятельства падений, как правило, разные, но все они связаны с отсутствием специальных запорных устройств, чаще всего окна, оборудованными скитными сетками, которые создают иллюзию безопасности у детей. Прокуратура разъясняет и призывает родителей и других взрослых проявить пристальное внимание к детям, не оставлять их одних без присмотра в комнате с открытым окном, даже на короткий срок, поскольку это может привести к трагическим последствиям. Сотрудники прокуратуры предупреждают, что за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению и защите прав детей родителей привлекают к административной и даже уголовной ответственности. 17 июля производство винилхлорида и поливинилхлорида акционерного общества «Сайенс Химпласт» полностью переводят в режим остановки, который продлится 12 дней. Июль на «Сайенс Химпласт» – время большого ремонта. Это связано в первую очередь с технологическим циклом работы единственного поставщика этилена – ангарского завода полимеров. 17 июля производство винилхлорида и поливинилхлорида полностью перешли в режим остановки, который продлится 12 дней. В этом году «Сайенская компания» во второй раз в своей истории проводит краткосрочную остановку оборудования. Таким образом, двугодичный цикл работы постепенно набирает обороты. Планомерная работа над организацией ремонта началась еще осенью прошлого года. Все заказы были размещены исполнителем. И сегодня они готовы на все 100%. 7 июля начались остановочные работы на крикинге. Сейчас там подрядчики «Сайенс Химпласт» и совместно с технологическим персоналом ведут чистку и ремонт «Змеевика». Выведен из эксплуатации реактор оксихлорирования. Скорректирована выработка и, как следствие, остановлена нитка дегазации на производстве ПВХ. Но выпуск продукции продолжается на печах пиролиза в рамках производственной программы. В то же время идет обследование, экспертиза, ремонт и техническое освидетельствование тех установок, которые в данный момент не задействованы в процессе выпуска продукции. В рамках санкционных ограничений диверсифицированы заказы на приобретение оборудования и запасных частей. На рынках, включая Восточный и Отечественный, приобретается оборудование, которое по техническим характеристикам не уступает западным. Подрядчики, задействованные на ремонте и замене основных фондов, проверены через Ассоциацию саморегулирующих организаций, где имеется полная информация о каждой организации. У всех участников профилактического ремонта есть понимание важности мероприятия. Организационные штабы с этой недели вышли на работу в ежедневном режиме. Возобновить выпуск продукции планируется 29 июля. Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки посетили объекты, возводимые по программе комплексного развития сельских территорий. Объекты, возводимые по программе комплексного развития сельских территорий, посетили первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в рамках рабочей поездки в Золоринские и Нукутские районы. В рабочем поселке Заларе осмотрели школу номер 2, где по программе комплексного развития идет реконструкция. Завершить работы планируется в 2024 году. Общая стоимость свыше 1 миллиарда рублей, в том числе порядка миллиардов средства федерального бюджета. Новое здание рассчитано на 800 мест, что позволит организовать обучение в одну смену. В селе Бажир Оксана Лут и Игорь Кобзев посетили новую школу, открывшуюся осенью 2022 года. На ее строительство было направлено более 486 миллионов рублей. В школе обучается 164 человека. 63 школьника подвозят на занятия из трех населенных пунктов. Для этого задействованы два школьных автобуса. Также во время визита в Залари первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут и глава при Ангаре Игорь Кобзев посетили строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса. Ввести в эксплуатацию ФОК планируется в этом году. Сейчас строительная готовность составляет 85%. Мне всегда очень радостно приезжать в Заларийский район. Он все-таки один из лидеров, который участвует в программе комплексного развития сельских территорий. И наглядно мы это все видим. И школу, в которой, в общем-то, я приезжал несколько лет назад, и директор школы Татьяна Ивановна плакала на плечи и говорит, что нужно сделать, чтобы школу новую построить. Сегодня у нее другое настроение. Я думаю, в ее лице у всех жителей есть возможность, что они верят в будущее, верят в то, что Заларийский район может развиваться даже в непростых условиях, ищет варианты развития. И это не только сельское хозяйство. Я думаю, что и в том числе и малое, и среднее предпринимательство мы сегодня обсуждали на нашей встрече со всеми, кто занимается сельскохозяйством Сибири и Дальнего Востока и агротуризм. Можно думать все формы, комфортная городская среда. Рабочую поездку завершили посещением многофункционального культурного центра в поселке Ново-Нукутском Нукутского района. В нем работают Межпоселенческий дом культуры и Межпоселенческая центральная библиотека Нукутского района, которые раньше располагались в аварийных зданиях. Новое здание оснащено мебелью и техникой. В нем созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для слабовидящих. В многофункциональном культурном центре работает около 20 творческих объединений – вокальные, хореографические, театральные, фольклорные. Итоги работы Оксана Лут и Игорь Кобзев подвели во время совещания с главами муниципалитетов которая состоялась в поселке Ново-Нукутском. На совещании было озвучено, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, в которую войдут представители муниципалитетов, профильных министерств и ведомств. Их задача – разработать долгосрочные планы развития опорных населенных пунктов до 1 марта 2024 года. Зачастую сложно не соблазниться предложением банков и не оформить кредит, потому что сегодня многие россияне погрязли в долгах. Однако процедура банкротства далеко не проста. Приходили ко мне несколько бабушек. Вот мы смотрели телевизор, и Владимир Владимирович Путин сказал, что сейчас все могут быть банкротами. От бесчисленных долгов и кредитов спасет банкротство. В связи с повальной рекламой этой процедуры, многие граждане, в том числе пожилые люди, спокойно берут кредиты, уверив в себя, что при непосильной долговой ноше банкротство – простой и верный шаг. Однако юристы предостерегают – банкротство – сложная процедура. Для того, чтобы обратиться в арбитражный суд и признать гражданина банкротом, нужно для начала положить денежные средства на депозит арбитражного суда, и это не маленькая сумма, это в пределах 100-150 тысяч рублей. Затем необходимо заключить договор с управляющим. В любом случае гражданин будет отвечать по своим долгам. Если у человека имеется доход, например, пенсия, процедура банкротства – под сомнением. Я объясняю, да, тоже бабушке. Говорю, у вас же есть дом? Есть. У вас в доме или в квартире имеется какое-то имущество? Имеется. Вы пенсию получаете? Получайте. То есть у вас есть доход, из которого вы можете отвечать по долгам. И не факт, что вас признают банкротом. При прохождении процедуры признания гражданина банкротом через МФЦ сумма долга не должна превышать 500 тысяч рублей. Возбуждено исполнительное производство. Опять будут проверять, имеется ли у гражданина пенсия, имеется ли заработная плата, которую получает, какое имеется имущество. То есть это не очень просто, непростая процедура. Специалистами Саянского центра занятости населения в летний период было трудоустроено 257 подростков, для чего было заключено 19 договоров с образовательными учреждениями города. В рамках мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет специалистами Саянского центра занятости населения в летний период было создано 250 рабочих мест и трудоустроено 257 подростков, для чего было заключено 19 договоров с общеобразовательными и дошкольными учреждениями города. Огромное спасибо хочется сказать о муниципалитете за поддержку, поскольку если бы программы наши местные не действовали, сложновато было бы вообще трудоустраивать, понимаете, да, если не в школы и в сады, то трудоустройство официальное нужно отрабатывать. У нас уже сложились долгосрочные такие, долговременные, сотрудничество такое сложилось. Каждый год заключается у нас 19-20 договоров. Это со всей школы, все детские сады участвуют. Ну и, конечно, детский дом, творчество созвездия, максимальное количество детей трудоустраивает. 257 детей в летнее время, они у нас будут трудоустроены, да, получат заработную плату свою, кто-то первую, кто-то уже не первую, да, кто-то потому что участвует уже несколько лет подряд. На летнее трудоустройство несовершеннолетних из областного бюджета направлено более 600 тысяч рублей. Более 600 тысяч пойдет выплаты материальной поддержки детям. Она у нас установлена уже давно, да, стабильно, 2400 рублей выплачивается дополнительно к заработной плате. С января по июнь текущего года при содействии Центра занятости в Саянске было трудоустроено 143 несовершеннолетних граждан. На вакансии неквалифицированного труда. Среди них подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, дворник. Наш земляк, саянец Сергей Филиппов вернулся с зоны проведения специальной военной операции, где полностью потерял зрение. Однако наш герой на судьбу не жалуется, а его жизнелюбию можно только позавидовать. Наш земляк-доброволец из Саянска Сергей Филиппов полностью потерял во время обстрела в специальной военной операции зрение. Но не потерял волю и веру в себя. Когда только началась специальная военная операция, он около месяца наблюдал за ситуацией, читал новостные сводки, общался со знакомыми и понял, что не может оставаться в стороне. Сергей принял решение, что нужно идти, хотя родные отговаривали, а друзья даже не знали, что он станет участником СВО. Я решил, что я смогу принести какую-то пользу в своей стране, своим близким, смогу поучаствовать, принести какую-то действительно пользу. Ну так и получилось, в общем-то. Вот только мало-мало побегал я. Ну такие пацаны, как я, рисковые, там долго не бегают, если честно. Мне еще повезло, можно сказать. Десантник Филиппов не из тех людей, которые сдаются перед трудностями, сказал и уже через два месяца был отправлен в зону СВО. При формировании команды наш земляк получил позывной «Дед». Я рассказывал, значит, это, что у меня внуки о своей семье, как меня дома называют, да, «Дед, дед». Ну и вот и так, пацаны, значит, «Дед». И вот так вот примотали мне деда, в общем. Своими подвигами Сергей не делится. Говорит лишь, что он обычный солдат. Но есть истории о ребятах, которые заслуживают особого внимания. Это наши сибиряки. Первая насажка у меня, вот пулеметчик, Александр Егоров, да, значит, это Хасын позывной, значит, Ха, вот иркутяне кто? Хас был у нас, это, Ирку, это, как его, Сатурн, к сожалению, погибший, погиб Сатурн, значит. Все характерно, они, вот, ребята сибиряки, они, это, они действительно подходят к этому, к делу, к этому, очень подходят, очень основательно. На судьбу Сергей Филиппов не жалуется, о своем выборе пойти не сожалеет, и уверен, что всего добьется сам. Хотя жалеет только об одном, что оставил товарища и не может им помочь. Хотя в этом нет его вины. В Иркутской области в текущем году увеличились объемы медицинской реабилитации пациентов как в условиях дневного, так и в условиях круглосуточного стационара. В Иркутской области за пять месяцев 2023 года увеличились объемы медицинской реабилитации взрослых и детей как в условиях дневного, так и в условиях круглосуточного стационаров. Прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 19% и 15% соответственно. Об этом доложил исполняющий обязанности министра здравоохранения при Ангаре Алексей Шелихов на заседании медицинского совета под председательством губернатора региона Игоря Кобзева. Медицинская реабилитация сегодня имеет особое значение. Необходимо помогать пациентам, перенесшим серьезные заболевания, возвращаться к полноценной жизни после проведенного лечения. И, конечно, есть потребность медицинской реабилитации для участников специальной военной операции. Для развития направления, конечно, необходима подготовка кадров, приобретение оборудования, создание необходимых условий. Увеличение объемов медицинской реабилитации происходит не только за счет роста оказанных услуг, но и благодаря расширению перечня медицинских организаций, оказывающих медицинскую реабилитацию в Иркутской области, в том числе в амбулаторных условиях. На современном этапе медицинская реабилитация представлена тремя основными этапами. Первый этап – стационарный этап. Он развертывается по месту оказания основного вида медицинской помощи. Ярким тому примером является работа региональных судистых центров, например, Иркутская городская клиническая больница номер один. Далее второй этап – в условиях круглосуточного стационара, при переводе пациента для проведения реабилитации, в отделение реабилитации, на примере Иркутской городской больницы номер шесть. И третий этап – в условиях дневного стационара, как у нас сошел на настоящий момент новый участник процесса, это медицинская часть авиазавода. Медицинская реабилитация проводится пациентам с заболеваниями центральной нервной системы, в том числе после острого нарушения мозгового кровообращения, опорно-двигательного аппарата, в том числе после протезирования суставов, при соматических заболеваниях. В клиническом госпитале ветеранов воин подготовлено 35 коек для открытия отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы. За счет регионального бюджета приобретается оборудование. На сегодняшний день в Иркутской области курс медицинской реабилитации прошли 28 участников СВО. Для развития реабилитационного направления в Иркутскую городскую больницу номер 6 приобретено свыше 80 единиц медицинского оборудования. В медучреждении идет подготовка к лицензированию дневного стационара. Готовится также организация медицинской реабилитации в амбулаторных условиях пациентов с онкологическими заболеваниями на базе областного онкологического диспансера. Строительство – дело очень сложное, включающее в себя множество различных факторов и нюансов. В этом году Саянский Восток-Центр отмечает свое 55-летие. В этом году коллектив Восток-Центр отмечает круглую дату 55 лет, а сам праздник традиционно отмечают в День строителя. На протяжении полувековой даты предприятие, наряду с жильем и объектами соцкульбыта, возводило заводы, комбинаты, лэб и тэц. И даже в суровые годы перестройки не было допущено остановки ни одного строящегося объекта. По словам руководства компании, на предприятии сегодня новые формы технологий и организации строительного производства требуют, как и раньше, строгого выполнения условий обеспечения их материально-техническими ресурсами, комплектности поставок. А выполнение данной задачи возлагается на управление производственно-технологической комплектацией. Строительство любого объекта невозможно осуществить без стройматериалов. Поставка стройматериалов – это основной вид деятельности УПТК. Полностью мы называемся «Общество с ограниченной ответственностью управления производственно-технологической комплектацией» и на текущий момент занимаемся поставкой всех строительных материалов на объекты строительства «Восток-центр». Сегодня «Восток-центр» строит детские сады, школы, больницы, дома для сирот по всей территории Иркутской области. И по скорости сдачи объектов компания приближается к ударным темпам советских времен. В 1969 году был создан отдел УПТК. В его состав тогда входило несколько подразделений, которые занимались обеспечением строительного предприятия необходимыми материально-товарными ценностями. В преддверии праздника хочу поздравить всех строителей с наступающим праздником, пожелать здоровья, семейного благополучия, творческих каких-то идей, чтобы на работе все было очень хорошо. И как говорят, что Бог на земле создал жизнь, а все остальное сделали строители, я Вам желаю творить, качественно творить, вкладывать частичку души в свои объекты, и пусть у Вас все будет хорошо. Саянские юно-армейцы стали лучшими в областных соревнованиях по лазер-тагу. Команду представляли ребята из 3, 5 и 6 школ. На базе учебного центра полка оперативного назначения Росгвардии в конце июня прошла военно-спортивная «Игра Зорница». На протяжении трех дней ребята соревновались в военно-прикладных и спортивных дисциплинах, принимали участие в культурно-массовых мероприятиях и учились новому. Всего за лидерство боролись 11 команд. Победителем соревнований стала команда Хирид Булагатского района. Саянцы же стали лучшими в состязаниях по лазер-тагу. Сборную команду представляла молодежь 3-й саянской школы, а также 5-й и 6-й школ. По признанию юнормейцев, отличного результата удалось достичь благодаря правильно выбранной тактике. В планах же ребят участие в офсероссийской военно-патриотической игре «Победа» проводится в России, которая уже более 20 лет, и продолжает традиции легендарной «Зорницы», на которой выросло не одно поколение настоящих патриотов. Спортивные залы Саянска полны народа. В летний период люди стараются привести свои формы в идеальное состояние. Жара, июль. Но для тех, кто стремится к совершенству, лето – жаркая пора. И для того, чтобы достичь желанных форм, спортивные залы города по-прежнему актуальны. Саянск – достаточно спортивный город. Инфраструктура позволяет заниматься абсолютно всем, на любой вкус – бассейны, стадионы, кто любит на улице. Но и в последнее время пользуются популярностью тренажерные залы. Большое количество возрастных людей, молодых людей, поскольку лето. Немало в спортивных залах гостей из других городов весьма востребованы индивидуальной тренировки с тренером. Летом залы не пустуют, достаточно много людей приходит. Ну, потому что это идеальное время подтянуть свое здоровье. Легкая еда, много овощей, фруктов, витаминов, солнце. Физические нагрузки – это не только возможность укрепить здоровье, но и повысить настроение, хотя в летнюю благодатную пору и без того оно отличное. Это были все новости, о которых мы хотели рассказать вам сегодня. Ну, а я же прощаюсь с вами с пожеланиями доброго вечера. Всего доброго, берегите себя. А самое главное – будьте счастливы!